доброго времени всем любителям часов я рад вас приветствовать на своем канале и сегодня мы рассмотрим легендарную модель от компании citizen а точнее citizen promaster aqualand очень знаменитые часы которые также засветились в фильме голубая бездна и были на руке жанра рено ну что ж все как обычно по порядку поехали самое время в конце 80-х когда дебютировал aqualand вот именно эти часы появились цифровые подводные компьютеры инструменты которые в конечном итоге означали смерть часов для погружений дайверских часов с безелем то есть такие как вы привыкли себе представляете но яркий представитель у меня на руке этого класса это же жерли культер но в принципе не важно какие там будут часы омега си мастер или rolex submariner или тот же самый сейка skx 009 который вы видели в прошлом выпуске в общем появление дайверских компьютеров начала вот этот вот закат эпохи так называемых дайверских часов и дайверы конечно почувствовали это все в общем в 1983 году был представлен орка edge затем восемьдесят шестом был представлен впервые сумма то за ним у ватек эти инструменты и вытеснили простые часы для дайвинга оставив им всего лишь нишу элемента стиля в то время пока подводные компьютеры набирали обороты можно так сказать и репутацию aqualand по сути стали последними часами для погружения реально последними и здесь интересно то что это часы созданные дайверами и покупавшиеся дайверами и в принципе даже до сих пор они нередко служат резервными часами при на таких серьезных погружениях конечно же уже даже сейчас они все реже и реже появляются потому что на смену им пришли но скажем так старенькие да и в компьютеры кто-то использует а кто-то уже кто побогаче использует уже два-три компьютера для резерва и конечно же еще иногда встречаются у аквалангистов на руке те же роликсы или что-то такое но по большей части это уже позерство которое просто как бы человек просто погрузился в чистой прозрачной воде и но там на небольшие глубины так что сейчас мы видим яркого представителя последних часов именно дайверских часов которые реально использовали дайвера водолазы для погружений и так впервые часы дебютировали в 1985 году и тут надо отметить что для носимых часов традиционном стиле цифровой глубиномер был революционно именно вот эта модель впервые появилась в 1987 она отличается таким скажем так богатым стилем как вы видите имитацией безеля под золото имитацией под золото заводной головки клавиш также датчика глубиномера и конечно же такие элементы как застежка и держателя ремешка сами эти часы были выпущены в 1995 году вот можете уже посчитать что им уже больше 25 лет и они великолепно работают но давайте перейдем как говорится к тому с чего я обычно начинаю это размеры и размеры здесь таковы диаметр 42 миллиметра но как вы видите корпус достаточно интересный и в самом широком месте от этой части до глубиномера включая его вместе часы имеют размер 50 миллиметров толщина часов 12 миллиметров то есть они не толстые скажем так по меркам современных дайверов многие современные дайверы превышают 13 миллиметров запросто расстояние от верхнего ушка до нижнего ушка 48 миллиметров то есть часы хоть и выглядят иногда достаточно крупными но при этом позже вы увидите размер браслета ремешка 24 миллиметра как вы можете видеть здесь использованы разные материалы и корпус он похож можно сказать на титан но у него такая вот обработка немножко как будто от пескоструйный он такой матовый получается и я вам даже продемонстрирую свои титановые часы вот вы можете видеть что ну немножко есть хотя в таком приближении уже видно что конечно сталь все-таки по посветлее так вот это нержавеющая сталь конечно же с латунью и эти элементы очень очень даже красиво смотрятся но также надо отметить что здесь не сапфировое стекло здесь минеральное стекло посмотрите она также неплохо сохранилась конечно есть небольшие сколы но что поделать время никого не щадит здесь естественно работающий однонаправленный безель на 120 кликов послушайте как он щелкает ход по пол минуты и посмотрите как он встает конечно же есть на нем небольшие сколы от времени но я вам сразу скажу что часы в таком состоянии эти будет очень и очень сложно найти эти часы достаточно неплохо ценятся в коллекционной среде и стоимость некоторых экземпляров может достигать 600 700 евро вот данный именно экземпляр но я бы оценил наверное в 600 евро можно оценить так что при условии что найдется действительно ценитель качественной хорошей винтажной модели то вот такие часы будет достать достаточно сложно но для тех кто любит настоящий винтажный стиль очень рекомендую поискать такие часы их непосредственно такой интересный конкурент чем-то на них похожий но конкурентом конечно же не являющийся это часы сайка армия о которых я когда-нибудь вам расскажу надеюсь что у меня это получится но дело в том что сайка армии не является но по сути настоящим так скажем дайвером поскольку у него нет глубиномера то есть они тоже великолепные часы со 150 метровой водозащитой но здесь во первых 200 метров и здесь есть глубиномер что конечно очень важно для дайвера теперь давайте пройдемся по ремешку ремешок здесь каучуковый него интересная конфигурация и есть такая интересная отличительная черта это таблица без декомпрессионных так скажем остановок то есть можно посмотреть как вот этой таблице пользоваться я вам сейчас вкратце расскажу глубина у нас отмечена цифрой белый но до компрессион тайм это то время которое можно провести на этой глубине без декомпрессии отмечено желтой цифрой то есть на 12 метрах мы можем провести 200 минут а на 45 метрах мы можем провести только пять минут то есть если вы превышаете на 45 метрах время в пять минут это значит что вам уже необходимо делать декомпрессионные остановки при всплытии то есть это достаточно важная вещь дайвера и также я вам рассказывал о том что безель дайверский именно для этого и нужен именно поэтому он имеет однонаправленный ход для того что если вы каким-то случайным образом это не так легко сделать сбили безель то он будет на уменьшение времени то есть ваше время прибытия на глубине пребывания сократится то есть если там было стояло например положим вот сейчас 10 минут а вы случайно сбили то вы проведете там 8 минут только вместо десяти и таким образом выйдете раньше и не будет как бы всплытия не потребует декомпрессии это важно но давайте пойдем дальше на посмотрим на и мешок выполнен он очень красиво я вам сразу скажу что этот ремешок очень качественный много-много лет он служит верой и правдой нигде не растрескался и посмотрите какая у него интересная структура внутреннего покрытия как обработаны отверстия они имеют такие можно сказать фасочки которые позволяют язычку не разбить далее саму вот эту резиночку и даже сейчас посмотрите он выглядит на практически новым насколько хорошо сделал это позволяет немножко расширяться то есть иметь вот такой небольшой ход натяжку далее на руке вы конечно же увидеть как это хорошо все выглядит ну и здесь классическая простая застежка она достаточно грубоватая здесь нету какого-то изыска в плане обработки этой застежки до какой-то феноменальной точности вы даже можете видеть что это было вы штампа на вы что вы штамповали пластинку и потом ее на специальном загибочном станке загнули вот это здесь это очень хорошо видно но при этом она великолепно выполняет свои задачи а также здесь вы можете видеть не резиновые держатели а латунные вот они как хорошо сделаны и также продолжают свою функцию великолепно выполнять уже какой год и не бояться так сказать среды воды очень хорошее решение на мой взгляд ну и мы переходим к задней крышке как вы можете видеть здесь крышка крепится на 6 винтах и такая крышка присутствует только на самых ранних версиях про мастер акваленда дело в том что чуть позже будет заменен механизм и крышка будет иметь другую конфигурацию она станет обычной завинчивающейся крышкой как вы можете видеть здесь присутствует личный номер номер модели то что не стоит открывать крышку без специалистов так сказать но там есть почему это лучше не делать опять же это все таки настоящий дайвер и там присутствуют прокладки а сейчас такие прокладки не достать то есть это очень большая редкость именно вот в такой конфигурации прокладки очень сложно достать и стоить они будут достаточно приличных денег но еще где-то на просторах и б и ютуба возможно еще повезет но скорее всего владельцам таких часов через несколько лет придется заказывать такие прокладки уже на каких-то производствах так вот что же у нас скрывается внутри под этой крышкой а внутри под ней скрывается аналогово цифровой кварцевый механизм c022 что интересно он имеет каплевидную форму то есть вот можно сказать он практически идет в размер вот этой крышки примерно такого размера и будет то есть такая интересная конфигурация он имеет один камень и что интересно там установлено три батарейки sr 927 w приблизительно их хватает на два года точность этого кварцевого механизма составляет ну как и у большинства кварцевых механизмов плюс-минус 20 секунд в месяц давайте выставим обратно по центру чтобы все было красиво и и тогда я вам расскажу о функционале этих часов и о том как они управляются как вы можете понять здесь функционал достаточно обширный и серьезно отличается от простых скажем так классических часов здесь уже функционал конечно кварцевых часов и это очень приятно но давайте начнем с того что вы можете видеть простой аналоговый циферблат и цифровой циферблат на аналоговом мы можем выставить один часовой пояс на цифровом мы можем выставить совершенно другой как вы можете видеть сейчас время разница по одним часам у нас 1255 по другим 1355 также можно нажатием на кнопки сет увидеть сколько идет секунд на втором часовом поясе я вам сейчас продемонстрирую как это можно менять зажав кнопку мы можем сейчас поменять секунды и я могу их выставить ровно именно с временем как идет здесь ну что же сейчас я сделала давайте пусть она пройдет чтобы они стояли ровненько мы их поставим ровненько чтобы это было красиво и шло секунды в секунду так на мой взгляд будет гораздо интересней и мы тогда поставим все покрасивше вот как вы видите разница в несколько секунд было об и мы обнулили так теперь дальше можно менять минуты но минуты у нас стоят ровно а можно менять часы как вы видите это все легко делается опять же здесь сейчас выставлен второй часовой пояс с двери с 24 часовым показателем но давайте выставим их на 1256 также и вот можно их сделать либо в отображении 24 либо 12 часовом времени то есть тогда там появится mpn давайте пойдем дальше следующая нам показывает день недели и дату что также очень удобно естественно нажатие сюда на эту кнопку позволит нам менять день недели дату год далее у нас есть будильник то есть мы можем его включить выключить но вот сейчас он у нас стоит включенный на 730 вот ну давайте мы его переведем далее у нас есть также секундомер вот он пошел отчитывать время как вы видите он без сотых и десятых долей секунды он просто отображает нам секунды и все достаточно просто ну и снова мы вернулись на второй часовой пояс но дело в том что в режиме когда часы находятся под водой этот маленький экран может отображать глубину причем глубину до 10 десятых метров это очень хорошо то есть я его проверял я с ним погружался и он великолепно себя показал датчик глубиномер напомню находится вот здесь вот этот вот выступ это и есть датчик глубиномер все остальное как у простых часов то есть откручиваем заводную головку давайте он продемонстрировал чтобы вы могли посмотреть как здесь выглядит резьба но я не буду переводить часы я просто их на некоторое время застопорю потому что здесь есть стоп секунда вот если я выдвину вот стоп секунда есть давайте вернем их обратно и завинтим как вы видите все прекрасно работает и сделано по-настоящему очень удобно то есть можно естественно там вращать стрелки в любую сторону то есть ничего там такого сложного и страшного нет то есть часы интуитивно просты и очень понятно я за кадром выставил время для будильника и хочу вам показать как он зазвенит давайте посмотрим как он будет звенеть какой у него будет сигнал вполне даже очень даже неплохо на мой взгляд даже очень даже не неплохо отрывистый то есть будильничек может разбудить как вы могли заметить будильник срабатывает именно от второго часового пояса который мы можем видеть на цифровом экранчике а не от основных стрелок а сейчас минута истории за рождением компании можно считать 1924 год когда институт достижения часового дела шакоши выпустил часы с названием citizen гражданин в переводе с английского идея название принадлежит тогдашнему мэру токио шампигата считая что эти часы должны быть доступны любому гражданину только спустя шесть лет была основана компания citizen watch company уже к 1936 году компания вышла на рынок юго-восточной азии китая и юга тихого океана но к началу второй мировой экспансия международного рынка приостановилась и выжить компания смогла только благодаря перепрофилированию на производство станков после поражения японии в 1945 году японская промышленность была практически полностью разрушена перед citizen были труднейшая задача по восстановлению вот так эти часы выглядят на руке надо отметить что у них очень необычный внешний вид они сразу выделяются именно дизайном ничего подобного встретить практически нереально на руке других людей то есть это настоящий винтаж настоящая классика дайверских часов нечто интересное и очень своеобразное при этом посмотрите как располагаются элементы управления так что вам ничего не мешает то есть заводная головка вам не мешает можно выгнать полностью руку в эту сторону поскольку она находится на четырех часах что конечно очень удобно единственное допускаю что тем людям кто носит часы не на левое на правой руке будет ну немножко может быть мешать датчик опять же понятное дело что такие часы костюму не одеть это больше конечно casual и естественно дайверское снаряжение к этому они подходят наиболее максимально можно менять ремешки но на мой взгляд оригинальный ремешок обладает чем-то таким как бы очень каким-то притягательным таким моментом из-за чего часы смотрятся еще интересней еще впечатляющие но давайте рассмотрим их макро и итак перед вашим взором появляется легенда дайверского мира часы citizen pro master aqualand во всем их великолепии так сказать в макро посмотрите как хорошо сохранились стрелочки и даже люм на них не выцвел остался в таком же состоянии да он не светит уже так долго и так мощно как светил когда-то 25 лет назад но при этом он еще светит то есть часы светятся в темноте и до сих пор работают и здесь не было замены люминофора он до сих пор не осыпался посмотрите как выглядит цифровой экран запущу специально чтобы это все можно было видеть но давайте посмотрим на безель очень он приятный из-за вот этой вот насечки он очень приятно так сказать пальцем пальцы не соскакивают с него но понятное дело алюминиевая вставочка уже немножечко пострадала ничего не поделаешь время есть время но некоторые удары она сдержав все-таки позволила часам еще очень и очень хорошо выглядеть конечно на корпусе видны следы эксплуатации удары на той же заводной головки это даже видно вы можете видеть небольшие царапинки но посмотрите насколько интересен корпус очень интересный наплыв идет на заводную головку он сочетается с частью именно ушка и создает такую небольшую защиту посмотрите на кнопочку можно видеть что надпись set это не надпись а маленькая маленькая гравировка которая практически но никогда не сотрется смотрите какое качество можно сказать что это очень и очень хорошо выполненные часы сейчас такое качество не всегда можно даже увидеть на некоторых швейцарских микро брендах и уж разных китайских производителях я вообще не говорю то есть там ничего подобного даже не делают насколько все выполнено хорошо посмотрите фасочки обработка снизу фасочки давайте пройдемся по ремешку немножечко его затронем он конечно имеет такую интересную структуру сейчас ее хорошо можно разглядеть посмотрите насколько качественно он исполнен он конечно немножечко жестковат не скажу что он мягкий я бы сказал что он жесткий но при этом часы с него не свалится поскольку он не разваливается не появилось никаких трещинок вы можете хорошо это видеть даже вот на вот этих вот отверстиях под язычок застежки давайте посмотрим застежку тоже иногда вот такая простота она даже ну как бы кажется очень такой интересный и правильный когда ничего лишнего ну и надо понимать что эти часы никогда не являлись предметом роскоши чем-то подобно видите все таки покрытие стерлась вот я говорю что это латунь но это покрытие вы видите можно разглядеть что все таки это покрытие но даже так представьте сколько раз за 25 лет эти часы снимались одевались на руку что только в этом месте это покрытие сошло интересная структуры ремешка давайте пройдемся по гравировочке смотрите как здесь выполнена посадочные места под винт дело в том что опять же напоминаю о прокладочках которые там стоят они такой каплевидной формы в этом и сложность то есть они не круглые то есть они повторяют как бы конфигурацию крышки конфигурацию механизмы поэтому очень сложно найти эти прокладки опять же прокладки ведь также есть и на пушерах и для заводной головки поэтому все это очень сильно осложняет обслуживание этих часов сейчас датчик глубиномер небольшой скол на стекле давайте посмотрим вот таким углом что же получилось в итоге в итоге получилось настоящая легендарная дайверская модель можно так сказать последний дайвер и эта модель до сих пор востребована настолько эти часы качественные я думаю что посмотрев мой сегодняшний обзор это обзор так сказать ремейк моего самого первого обзора то есть я свои обзоры начал именно с этих часов и хочется сказать что даже сейчас такие часы смотрятся выглядят как настоящее такое произведение часового искусства да это кварцевые часы да это настоящий инструмент но при этом в них присутствует вот этот вот элемент какой-то духовности что ли и наверное эту духовность им придает конечно же замечательный фильм люка бессона голубая бездна кстати очень рекомендую вам посмотреть этот фильм одна из ролей там отведена жану рено он там играет энца майорку так сказать конкурента по фридайвингу жака майоля и интересная сюжетная линия и часы там так сказать тоже на руке у него видны единственное отличие что те часы что там они отличаются черным покрытием от чего выглядят еще более интересными более такими красивыми и более даже я бы сказал такими прям дайверскими да но к сожалению такие черные часы достать очень трудно как и в принципе даже вот такие я уже упоминал это поэтому если у вас есть возможность достать такие часы в хорошем качестве я вам очень рекомендую поскольку эти часы вас действительно будут радовать особенно если вы являетесь дайвером это подчеркнет индивидуальность это подчеркнет ваш такой внутренний мир и в принципе как инструмент эти часы как дублирующий элемент могут также великолепно себя показывать они могут и на руке хорошо смотреться а также великолепно работать под водой то есть я вот эти часы использовал вместе со своим дайверским компьютером суунта и очень ими доволен ну что ж мой обзор подошел к завершению я рад что вы были вместе со мной и хочу попросить всех новоприбывших подписываться на канал поставить конечно же лайки они дизлайки естественно прожать колокольчик для того чтобы видеть новые выходящие видео и конечно же задавайте вопросы и пишите комментарии я стараюсь отвечать на все вопросы которые вы задаете непосредственно мне и принимать участие в интересных дискуссиях что разворачиваются под видео что ж пожелаю вам еще раз всем крепкого здоровья сейчас очень непростое время и это самое важное никакие часы ничего не может сравниться с здоровьем поэтому здоровье здоровье еще раз здоровье и конечно же доброго времени пока пока что можно еще сказать о этих замечательных часах так это то что здесь сохранился люм и он до сих пор светится то есть часы да он потускнел но стрелки все еще могут светиться стрелки метки и это очень и очень хорошо